друзья приветствую всех на очередном вебинаре издательском вижу что меня хорошо видно и слышно сегодня у нас в гостях у нашей сказке совершенно замечательная личность это доктор экономических наук профессор кафедры финансов и отраслевой экономики российской академии государственной службы Румянцева Елена Евгеньевна области научных интересов Елены Евгеньевны настолько совпали с издательскими что мы вместе вот уже восемь лет и это уже даже больше чем работа на во крайнем мере нам хотелось бы об этом думать именно так основными направлениями публикации нашего сотрудничества и публикации изданий можно назвать следующие это и разработка внедрения в практику современной методологии анализа экономической политики и коррупционной составляющей российского общественного развития и методы активного стоимостного подхода к управлению финансовой деятельностью на микро уровне как в рамках текущего финансирования так и в рамках реализации перспективных планов развития морализация стоимостного технократического и монетарного подхода на основе применения нравственных законов экономики норм культуры и этики совершенствование норм права на основе их дальнейшей конкретизации и уточнения на базе последних научных разработок ну отсюда и совершенно замечательные названия книг Елены Евгеньевны нравственная экономика 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 счастья стратегия преодоления бедности здоровое потребительское поведение коррупциология преступления наказания и многое многое другое вот на какую книгу не посмотри везде она привлекает неважно специалисты в этой области или просто проходили мимо полки магазина обязательно взгляд падая на такие слова заинтересует любого читателя и вот много 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 названий о них вы можете посмотреть на нашем сайте скачать книгу купить книгу это мы все предоставляем ну Елена Евгеньевна кстати в 2008 году Елена Евгеньевна лауреат международного проекта лучший экономист россии она сама расскажет о нашем тесном сотрудничестве насколько ей нравится это может быть и насколько сложно работать бывает по-разному в любом случае друзья я приглашаю вас послушать румянцев и Елену Евгеньевну на этом вебинаре посвященном восьми годам сотрудничества создательством директ медиа елена евгеньевна мы вас приглашаем я удаляюсь друзья напоминаю что мы после вебинара будем отвечать на вопросы если они появятся пишите в чат и мы обязательно на все ответим посмотрим и разобьем темы которые возможно Елена Евгеньевна не коснется Елена Евгеньевна вам слово приветствую здравствуйте да очень приятно за такое представление здравствуйте уважаемые участники вебинара спасибо что вы нашли время и принимайте в нем участие и также мы поблагодарим всех кто потом посмотрит вебинар в записи если у кого-то из участников возникнут какие-то вопросы по ходу презентации просьба писать их в общий чат и представляться город организации должность чтобы можно было адресно отвечать на каждый вопрос я отвечу на все вопросы по окончании моей презентации ссылку на скачивание презентации я уже разместила в чате и она будет под видео пользуясь случаем я хотела бы также поблагодарить представителей издательства директ медиа которые предложили мне провести такой вебинар и которые надо сказать постоянно внедряют все новые формы работы расширяя возможности сотрудничества с авторами и читателями и кроме 21 книги которые издательство директ медиа любезно издало в 15 23 году а наше сотрудничество началось с предложение от директ медиа переиздать книги изданные в других издательствах на которые у меня были авторские права и мы реализовали этот первый значимый проект после которого были другие издательские проекты в том числе издание книг на которые у директ медиа имеются исключительные права меня также приглашали принять участие в конкурсах выпускных квалификационных работ и учебников издательства и я сама в связи с готовностью двух моих книг к изданию к этому моменту приняла участие во втором всероссийском конкурсе монографии соответственно по этическим причинам не выступала в качестве эксперта в нем и одна моя публикация книга здоровое потребительское поведение стала лауреатом данного конкурса что очень приятно сегодня пойдет очень важный на мой взгляд разговор по теме издания книг и их жизни после издания влияние публикации российского автора на изменения в международном сообществе и некоторых важных проблем современной российской науки и образования я иногда привычно для себя буду использовать термин коррупция хотя некоторые его очень боятся но в моем случае я являюсь профессиональным преподавателем и ученым и практиком вынужденные по данному направлению я его не выбирала а меня попросили в свое время с 2008 года по заданию репторы ракс при президенте егорова владимира константиновича заниматься этим направлением подготовить первое в академии занятий для госслужащих сейчас на это направление тратится огромные деньги и ловкие предприниматели в образовании отталкивают ненужных им конкурентов и сами занимают жирные по оплате места а я соответственно опубликовала свои личные наработки результата своего труда чтобы у меня их не позаимствовали без моего ведома недобросовестные люди не опубликовали от своего имени когда первые страсти улеглись и тексты моих статей монографии учебников по противодействию коррупции были признаны в профессиональном и политическом сообществе безопасными для общества и автора в коррупции сегодня так преступные сообщества обогащаются а лица противодействующие коррупции должны тратить свое время и силы бесплатные с риском для жизни в этой тематике не все справляются с ее корректным развитием поэтому если бы я сама не выбирала поэтому я для себя бы не выбирала эту сферу борьбы на общественных началах с коррупционными проявлениями как например тему нравственности в экономике и из-за очень нестабильного интернета я во время презентации доклада отключу свою видеокамеру а затем снова включу отключаю видеокамеру и перехожу к презентации слайд номер два так он как раз демонстрирует что такая проблема есть и что я открыто профессионально ей занимаюсь хотя и вынуждена и в этой теме преобладает увы критика коррупционных проявлений постоянно идет поиск путей для их преодоления первая проблема на которой я хотела бы остановиться это значимые критерии критерии распознавания качественных содержательном контексте изданий от некачественных талантливых авторов от машины которые не пишут и не могут силу своей недообразованности качественно написать и вообще что-то написать организует свои публикации для сохранения своего высокого заработка на престижной должности с помощью труда других людей то есть обманывая всех нас на эстраде независимые эксперты постоянно выявляют недобросовестных и безголосых певцов которые поют под фонограмму обманывая зрителей а в современной российской науке образование этим процессом обмана людьми наделяемыми властными полномочиями не противодействует и соответственно мы во многом именно по этой причине наблюдаем кризис как низкое качество многих современных научных исследований и образования и надеемся что сегодняшний разговор повлечет за собой какие-то добрые конструктивные для большинства работающих в этой сфере тружеников изменения иначе говорить об этом просто ради того чтобы критиковать портить себе настроение покой не имело бы никакого смысла в данном случае я выражаю исключительно свое мнение но оно основано на моем многолетнем профессиональном опыте работы в российской системе науки образования а также успехи в более чем 100 административных судебных разбирательствах и я критерию влиятельности властных персон влиятельных именно благодаря развитию коррупции многолетних связям с такими же коррупционерами из узких кругом не дающим ничего кроме заниженной в разы заработной платы истинным труженикам противопоставляю критерий независимости и прозрачности оценок некоррумпированных издателей каким я с уважением отношу издательство директ медиа в электронной библиотечной системе которого почти 100 тысяч изданий а у многих коррупционеров из российской науки образования нет ни одной книги а статьи в основном соавторстве поэтому я обращаю внимание на критерии востребованности у профессионалов из российской научной и образовательной среды рукописи книг статьи у разных издательств они например у одного своего частного издательства комментариев для разных сми по заказам от разных журналистов именно этим критериям я руководствуюсь в оценке своих публикаций с уважением относясь ко всем своим издателям и подчеркиваю что это не только факт доказательства профессионализма любого автора но и факт проявления в российской издательской среде принципов демократизма что на мой взгляд цена для любой страны мира вот как раз здесь обращается внимание общая картина критерия независимости оценок издателей в оценке приемлемости рукописи меня как автора для их издания я специально значит перечисляю издательство потому что если не перечислить в россии всегда найдутся люди которые на слово не поверят а сами будут лениться проверять и это один из моментов сопровождающих людей продуктивно работающих в российской науке образования всегда находятся люди которые относят которых можно отнести группе хейтеров чаще всего в общем-то не очень позитивных людей пусть их единицы но они обязательно безжалостные целенаправленно возникают чтобы раздавить авторство всего нового в науке чтобы потом возможно и присвоить его себе когда она пройдет апробацию подавить авторитет любого молодого автора на мой взгляд они не объективны преследуют свои себе любивые корыстные интересы устраняем со своего пути конкурентов и таким образом скрывая своего свою профессиональную профнепригодность я например наблюдала картину как в ринц у меня прямо на глазах таял мой индекс хирше его опускали до 4 хотя без особого учета ссылок на мои труды он составлял 22 с учетом ссылок 55 как раз под давлением вот таких хейтеров и ушло несколько лет на то чтобы просто учесть в ринце не все но хотя бы большую часть ссылок на мои труды которые есть но они намеренно не только не учитывались полном объеме но и стирались некими непозитивными силами ну и я даже предполагаю кем как видно из перечисленных издательств сложилось так что 5 российских издательств сыграли заметную роль в издании моих книг и благодаря этим издательством я не только выполняла какие-то обязательные требования своих работодателей например издала монографию защите своей докторской диссертации сдавала курсы своих лекций участвовала в каких-то обязательных кафедральных публикациях но и развивала благодаря возможности издания книг новые научные направления по сути не связанные с моей профессиональной нагрузкой или издавала накопленные в ходе профессиональной деятельности материалы которые без этой возможности издания непременно присвоили бы о прошу прощения но тут выбивает выбивает из семинара понимаем продолжайте да конечно выход любой книги это событие для автора для любого поэтому сотрудничество с данными издательствами внесло много позитива с точки зрения успешности издания моих книг из коммерчески успешных книг я получала гонорар вкладывала его примерно миллион в издание книг по абсолютно новым научным направлениям и благодаря их востребованности в этом процессе не стала банкротом окупила за затрату но и не приобрела никакой доходности в основном это во многом имиджевая деятельность который необходимо развивать наряду с получением дохода в какой-то другой сфере особенно это проявляется в публикации тех трудов которые потом размещаются в открытом доступе поэтому не хотелось бы чтобы этот огромный труд присваивался каким-то недобросовестными пользователями занимающимися плагиатом чужих идей самопродвижением вот без вложения труда значит хотелось бы отметить вот об интеграции науки практики образования я в этом контексте тоже хотела бы подчеркнуть этот контекст что необходимо и в научной сфере продвигать значит научное направление и в образовательной сфере преподавать внедрять научные достижения собственные в образовательный процесс и практиковать заниматься прикладной деятельностью ну вот здесь представлены мои книги изданные впервые или переизданные издательством директ медиаза 8 лет можно пройти по ссылке увидеть их на сайте издательства и конечно меня это впечатляет это событие вложено очень много трудов сегодня это кажется маловероятным что и вообще даже недостижимым то есть вот это за 8 лет произошел такой в общем результат я уже говорила что представители издательства предложили мне в 2015 году переиздать книги которые не утратили своей привлекательности но и не переиздавались другими издательствами у меня на них были к моменту переиздания авторские права и были переизданы в 2015 2017 годах 16 книг этот проект подчеркнул фундаментальный характер многих моих книг это конечно значимо для любого автора потому что в книги был вложен огромный труд измеряемый годами жизни и в 15-17 годах издательство директ медиа переиздало сборники моих научных переиздало труды изданные в пятом девятом десятом годах также издательство предложило мне издать сборники моих научных статей это был значимый для меня издательский проект а потому что статьи изданные в 90-х годах не представлены в электронном виде нигде а для науки они не утратили свою актуальность я перечитывая свои публикации 90-х годов не отказалась бы от этих выводов и сегодня и мы определили тематику получилось шесть сборников но к сожалению этот проект из-за его трудоемкости ограниченности моих возможностей по времени поскольку я параллельно работаю в других местах занимаюсь семейными вопросами пока не удалось реализовать а но все-таки был издан первый вот сборник и единственный пока тематический сборник статей по аграрной тематике под названием становление новой теории хозяйствования в пк в условиях проведения реформы дискуссия парадигма к развитию я хотела бы на этом издании немного остановиться чтобы показать насколько это все трудоемкой для автора и для издательства ссылки на книги изданные директ медиа представлены на слайдах сейчас для защиты докторской диссертации требуется 17 статей а когда я защищалась став самым молодым доктором наук в россии среди женщин на дату защиты были плавающие критерии я выходила на защиту сорока четырьмя статьями и монографии и после защиты диссертации продолжить какое-то время работать в этой сфере в качестве заведующим отделом в институте где прошла защита в этом сборнике опубликовано 75 самостоятельных научных работ автора перед каждой статьей в изданном издательстве сборники дается краткий комментарий почему она не устарела и что в ней важного по прошествии нескольких десятилетий в общем очень интересная издательская задумка которая продолжает мыслиться но для подготовки рукописи этого первого сборника статьи у меня ушло пять месяцев ежедневной работы по подбору сканированию изданных в девяностые годы статьи распознаванию текста подготовки аннотации к ним то есть подготовка рукописи к изданию вопрос не одного дня нескольких месяцев а иногда даже лет на слайде приводятся три ссылки на мои труды в организациях правительственного уровня это международная организация фао государственный стандарт экзамена кандидатского минимума и региональную программу хочется также отметить что монография автора с текстом диссертации статьями вошедшими в данный сборник изданная в девянос шестом году за счет средств автора и в основном подаренная членом диссертационного совета стала одной из наиболее рейтинговых публикаций на странице автора в ринц что удивительно потому что это некоммерческая книга стала популярной благодаря тому что я ее подарила в ргб в российскую государственную библиотеку а не коммерческая она не была в открытом доступе и мы эту книгу почему-то не переиздали хотя авторские права на нее есть о чем говорят очень солидные предложения издательства директ медиа мне как автору несколько десятков книг и сотен научных статей о том что есть такая значимая проблема научной зрелости надежности вообще соответствие критериям трудов авторы их оценивания в исторической перспективе ретроспективе и с точки зрения фундаментальности востребованности на практике и в системе образования актуальности спустя несколько десятилетий о чем я полагаю не думает ни один автор в том числе и я создавая свои труды в этом плане сотрудничество на протяжении восьми лет я хотела бы конечно выразить свою благодарность представителям издательства за ту большую работу которая была проведена по изданию моих книг и я как автор готовила эти книги в течение нескольких месяцев и даже лет но и издательство потребовалось для их переиздания два года для подготовки трех моих последних книг более двух лет вопросы которые возникли в ходе подготовки к данному вебинару продиктованные обобщением опыта многолетнего сотрудничества с издательством подвели меня к оценке последствий издания моих книг как развитие новых научных и образовательных направлений по этой проблеме можно говорить долго поэтому я выбрала только значимые последствия которым я естественно очень рада потому что далеко не все измеряется только деньгами как доходами от проектов потому что мы способны не только честно выражать свою точку зрения публиковать ее в разных изданиях и издательствах но и ощущать что эта точка зрения работает и не один раз побеждает а ну вот значит комментарии по нескольким издательским проектам которые были реализованы в директ медиа финансовые технологии управления предприятием это единственный учебник который рекомендовал мой учебник который рекомендован мин науки мин обор науки для использования вузах ну потому что процедура достаточно сложная и как бы ну меня не находится ресурса времени как бы двигать дальше книги во многом поэтому но я уже отмечала что по аграрной тематике без моего участия ее продвинула само министерство образования включила две книги две мои монографии изданные как раз директ медиа тоже значит программу кандидатского минимума что очень приятно и солидно значит эта книга она она написана на основе использования материалов американского агентства по международному развитию по внедрению на 18 российских предприятиях международной американской прикладной системы финансового менеджмента то есть в ней вот как раз сочетается наука интеграция науки образование и практики потому что финансовом менеджменте от урманом от практики там из пальца высасываются эти коэффициенты значит фирм финансовой эффективности их разработано больше ста двадцати на практике применяется не больше сорока инвестиции бизнес-проекта издательством директ медиа издана часть 2 а именно прикладная часть конкретные расчеты меня как автора имеющего диплом всемирного банка по проектному анализу обучавшемуся сша по инвестиционным проектам и программам стоимостью от миллиона до пяти миллиардов долларов сша то есть в этой книге сосредоточенной работы которые я лично выполнила и объем консалтинговых услуг по представленным в книге инвестиционным проектом подготовленным но это порядка миллиона долларов сша а сами проекты стоимость имеет до пяти миллиардов долларов механизма противодействия коррупции это первые лекции авторы по противодействию коррупции это я как бы с риском для жизни стала публиковаться но потому что это опасная тематика можно зайти с ней не туда и как бы действительно все риски взяла на себя публиковала за свой счет в двенадцатом году вот издательство прошло три года все благополучно издательство переиздала это вот первый такой вот момент экономические дискуссии 21 века эту книгу я это тоже переиздание значит эту книгу я готовила больше года подбирала труды конспектировала их и вот конспекты издала то есть это моя реакция на проблема преподавания экономических дисциплин в вузах россии когда студенты и аспиранты преподаватели не читают первоисточники дальше инновационная стратегия экономического развития она была издана в ракс при президенте в 2005 году и она послужила по сути хронологически теоретической основы для провозглашения курса инновационного развития в государственной политике россии вот 2014 году как раз дмитрий медведев выступил сказал значит мы считаем курс на инновационное развитие самых главным для нашей страны а я вот так скромно напоминаю что в 2005 году это я запустила своей лекцией вот значит предвестник этого курса анализ направления экономической политики теории российская практика тоже впервые эта монография была издана в ракс я училась за рубежом этому новому направлению во франции в основном и вот потом читала лекции у меня докторская диссертация тоже после поездок в основном вот во францию в монпелье там центр изучения аграрной политики и я сведения об аграрной политике распространила методологию на изучение на исследование других направлений политики и вот из-за развития этого направления мои труды учитываются также в категории политических наук в ринце и по этой категории по индексу хирша с 2017 года по настоящее время я пока еще держусь на первом месте 50-дневное путешествие виталию португалию 7 разумное доброе вечное тоже впервые была издана эта книга в 2010 году в инфрейм за счет автора идея была заимствована мной у родищева к который описывал свое путешествие из петербурга в москву и хронологически вот это издание книги предшествовало появлению передачи орел и решка и развитию блогов о путешествиях сам автор посетила со своими детьми 36 стран в основном европейских стран за 7 лет что позволило во многом мыслить категориями международной науки они заниматься наукой но подавлением российской пропаганды и там административным давлением скажем так значит на следующих слайдах а вот я выбрала наиболее значимые события мирового масштаба при подготовке к данному вебинару так я конечно отслеживаю но в систематизированном виде мнение значит не удавалось издательство инфрэм в 2009 году в 2015 году переиздание нравственные законы экономики вот готовила сейчас второе издание учебника экономический анализ ли юра это и вот даже привела что прям вот открытым текстом зарубежные исследователи пишут что в двадцатом и большую часть двадцать первого века экономисты не участвовали в дискуссиях о влиянии рыночного общества на мораль сейчас эта тема стала снова актуальной мне было очень сложно потому что когда я издала нравственные законы экономики а мы актуализируем смысле акцентирует внимание именно вот на учебнике нравственная экономика для школьника в третьем издании которое вышло в двадцать втором году и которые в общем достаточно популярна в этой среде особенно с введением образовательных стандартов обязательного преподавания экономики в школе а вот первые шаги мной были сделаны в 2009 году даже раньше я потом как бы тоже акцентирую на это внимание в 2003 году в 2005 году и так далее то есть вот с осторожностью потому что общество профессионально прям вот негативно многие ну хейтеры там и хе кто-то недопонимал но очень резко высказывали что нравственности в экономике нет а мы наблюдаем в мировой значит международные в международной научной среде что люди сейчас активно пишут и развивают эту тематику вот морали например кто не платит налоги ну считать зарубежные приходит к выводу зарубежные экономисты это аморальные типы ну вот как бы так вот этапа как раз публикации первое вот это второе издание первое было в порядке эксперимента в бурятии значит вот запущена нравственная экономика это единственная из 73 учебников по экономике для школы вот на дату издания в 2010 году я ее тоже издала за свой счет второе издание 123 тысяч отдала значит вот это касалось развития нравственности первого пионерных как бы в выступлении печати сложных достаточно для здоровья скажем так то что идут одни нападки а не здравница продвижение темы нравственности ну вот в других странах в республике беларусь сейчас вот мне приглашают принимать участие в институте философии беларуси вот как раз я пропагандирую потому что это изначально было считалось философская проблема счетной палате вот обратите внимание на год в 2009 году в профильном журнале я тоже издала вот такую пионерную работу но и в академии при президенте тоже в 2011 году вот я издала участвовала в ученых записках ракса тоже пропагандировал продвигала это обсуждала со своими коллегами смотрела какие будут значит реплики какие будут отзывы и так далее это все способствовало это очень надежная и благополучная тематика которая важна для всех ну и вот обращаю внимание что первая статья у меня была по этой теме в 2003 году вот я нашла и также в сколково вот приглашали я выступала с энциклопедией вот с этим учебником нарастная экономика но это проводил американо российский фонд исследования есть целая проблема по финансовой грамотности и только в общем то я считаю что мой вклад в то что образовательные стандарты в итоге были пересмотрены и приняты для школ на по изучению экономики мой вклад в очень существенный то есть я просто в одну точку что называется билла всеми своими ресурсами и возможностями ну и вот так же поскольку я для трилогии конспектировала священное евангелие я его значит поняла что это самый надежный священное писание самый надежный источник информации о нравственности то чтобы не рисковать тоже не заблуждаться скажем так нисколько не рисковать тут как бы честно исследование и как бы у меня несколько десятков книг было уже к этому поэтому я была уверена в успехе развития этой тематики но какие-то нюансы в общем-то такой согласовательный момент поэтому вот я девять раз участвовала в ежегодных рождественских чтениях по приглашению организаторов и но тему мне давали возможность выбрать вот я как раз постоянно о нравственности выступала и и восемнадцатом году ну можно сказать меня услышал свящей святейший патриарх московского и всея руси кирилл и на заседании в кремле он подтвердил что всему современному обществу нравственные ценности надо искать священным евангелие десяти заповедях моисея а до этого ну вот тоже нелицеприятные были как бы высказывание кто-то мне там говорил ты правы православный автор еще что-то ярлыки клеили в общем где можно было как бы поругать автора вот на этапе введения нового использовалась это максимально а сейчас эта тематика торжествует и как бы к ней очень позитивно ну вот опять же таки я подтверждаю потому что в ринце вот я нашла 5 докладов загружена то есть это фотофакт как бы я не инфо цыган что придумал себе значит какие-то подтверждения и значит следующая книга вот экономика счастья я ее тоже издавала за свой счет на свой страх и риск в 2009 году директ медиа любезно любезно переиздала в пятнадцатом году и вот в ходе путешествий по европе мы с детьми посещали осло феврале 2010 года и я лично передала информацию об этой книге о своих новых книгах в нобелевский центр мира который мы посетили вот как бы посмотреть хронологически генеральная ассамблея он в своей резолюции 66 281 значит провозгласил 20 марта 12 года международным днем счастья то есть а как только провозглашается к привлекает внимание он какой-то тематике сразу международное сообщество актуализирует подхватывает и начинает развивать сразу получаются так сказать тонны написанных рукописей и публикаций вот по этой теме а в 2009 году я была увы 1 это было достаточно но трудно а значит следующий это вот 2009 год извините издательство были вот приняло предложение значит мое и провело эксперимент то есть это за счет министерства образования бурятии значит разослали издали разослали по всем школам бурятии вот внедрили так сказать нравственную экономику опробировали я ездила туда на открытый урок встречалась с уважаемым министром и так далее принимала участие в обсуждении давала интервью телевидение в газетах а вот с того периода прошло мы видим достаточное количество времени и вот министерство образования ввело новые образовательные стандарты и обязала с 1 по 9 класс проводить уроки финансовой грамотности по аграрной тематике но основная идея которую я защищала это путь самообеспечение продуктами питания вот 2014 года значит россия реализует этот путь и методология как раз моих трудах и вот книга политика основанная на знаниях в контексте роста международного авторитета издана была в 2011 году тоже за счет средств авторов переиздана директ медиа в семнадцатом году это вот основная идея это рост международного авторитета вместо реализации тоже в науке идет борьба как мы все понимаем значит была борьба между концепцией реализации догоняющего развития и опоры на советы западных экспертов которые склоняли как раз к увеличению импорта к потере ну каких-то прав в участие в международных организациях то есть ценности другие нам прививали что мы все-таки второсортная страна но вот я издала такую книгу о том что мы не второсортная страна и что у нас не должно быть догоняющего развития как мы своим путем идем и она первостепенно для нас но вот по коррупции тоже я обращаю внимание что это но для меня это гражданский подвиг потому что в нравственной экономикой но много воды уже эти ну мне как бы было тоже ответственность перед конспектом священного евангелия и вот пропаганда вот этих знаний а здесь конечно тоже нападок чтобы так сказать но я еще и журналист поэтому как бы вот развивала эту тематику эта тематика и я пропагандировала именно это мое предложение в шестнадцатом году опубликовала учебник в издательстве юра юрайт и вот оригинальную монографию коррупциология преступления наказания в директ медиа то есть в наиболее полном виде весь оригинальный текст единственный вот в этом издательстве уважаемым и пропагандировала в учебные об учебных программах что эти знания они универсальны и нужны всем и техническим инженерным управленческим они только экономистом юристом но вот в двадцать первом году были при приняты новые стандарты это дисциплина стала включена значит во многие направления подготовки и вот сейчас я такой же пропагандирую вот во втором издании учебника экономический анализ значит тематика противодействия коррупции все риски я взяла на себя я публиковала статьи вот в счетной палате но не где-то там на коленках писала то есть в счетной палате россии где я была в том числе ходила в группу экспертов при председателе первая книга по противодействию коррупции была издана в 2010 году вот за счет средств автора я издала переиздана в директ медиа значит первый курс лекции тоже переиздан в директ медиа потом целую серию книг я издала в германии из мой издательский проект так сказать чтоб тоже снять риски чтобы опробировать и вот обращаю внимание что и был доклад на международном экономическом форуме в четырнадцатом году и народное образование противодействие коррупции поддержала эту тему стала развивать ну и я участвовала также в значит семинаре это вот первый слайд я дала чтобы но не боялись слушать как бы тематика действительно значимая и в 2005 год издательство логус логус выпустила авторский проект товары вредные для здоровья тоже море негатива было можно сказать я ну как бы восстанавливала свою психику потому что узнала много вот проведя международное междисциплинарное исследование но она стала в общем то не моим исследования международным но это тематика стала международной и я как бы способствовала потому что я предложила эту книгу и эту тематику развивать в 2005 году она повлекла за собой развитие новых на нее ссылаются и в школах используют и выставках в книжных и значит новые дисциплины развивались то есть такие последствия очень важные в пятнадцатом году вот всемирная организация здравоохранения обратила внимание на эту проблему что легально продающиеся товары они вредны для здоровья не то что нелегальные кто-то там подпольно значит у метро торгует не прошедший проверку там без сертификатов продукции а это именно то что в магазинах допущено к торговле но это интересно очень книга полезно всем и вот генеральная ассамблея оон восемнадцатом году то есть спустя 13 лет после выхода первое издание 7 июня значит объявила всемирным днем безопасности пищевых продуктов по остальным продуктам еще по остальным товарам это вот перспективы но и вот я в 2005 году это написано тоже в книге вот такое сама придумала такое как бы такую новеллу курение сокращает вашу жизнь на 20 лет ну и вы знаете что вот как раз надпись появилась после выхода моей книги ну и вот здесь я тоже обращаю внимание что статьи мои также не в одном издательстве 61 научный журнал это страница в ринца помогает значит это сделать вы выявить сколько журналов вот я благодаря этому и посчитала и диалоги с властью значит вот книга которая была издана конкурсу монографии сейчас на в стадии переиздания я ее с нетерпением жду но вот резюме этой книги 142 комментарии для 61 средства массовой информации из 17 регионов за 6 лет значит за 6 лет 17 22 года значит в двадцать втором году 11 комментариев вот ну чтобы все тоже представляли какая это работа значит 21 год это я 21 комментарий и выступление значит сделала двадцатый год откликнулась на просьбы так сказать на звонки в основном по телефону звонят и говорят дайте пожалуйста комментарии вот срочно надо двадцатом году 12 комментариев все вот перечисляют девятнадцатый год 14 комментариев восемнадцатый год 44 комментарии и значит семнадцатый год 41 комментарий ну и они эти комментарии конечно с привлечением научных знаний наука юнки и мне конечно очень они это все оригинальные труды туда плагиате никакого не может быть и речи потому что невозможно предвосхитить какой вопрос но для меня это проверка моей научной базы такой вот драйв и участие я уже здесь не стала излагать какие последствия этих комментариев на что они на какие государственные решения они повлияли это я думаю что тоже в будущем значит я это сделаю ну вот трудоемкость данные фактически это факультативная такая вот бесплатная неоплачиваемая для автора работы которую называют так вот но мне не нравится публикационная активность но так для учета потому что за нее не платят но тем не менее но вот 120 142 комментарии это минимум час подготовки на каждый комментарий то есть это 18 дней работы при восьмичасовом рабочем дне первое издание новой экономической энциклопедии это восемь месяцев ежедневной восьмичасовой работы это у меня была такая возможность я в декретном отпуске это сама сидела до после декретом значит до трех лет значит со своими детьми и вот заодно работала восемь часов в основном по ночам четвертое издание затрачено 6 месяцев тоже это я в основном в отпуске ну и трилогия нравственная экономика экономика счастья коррупция война против людей свободы и демократии значит подготовлена вот в течение двух лет то есть это вот кроме семейных обязанностей кроме выполнения профессиональных обязанностей вот надо значит теперь что касается содержание содержим кроме содержания идет отдельное направление заслуживающих комментариев это продвижение новых книг как события в научном мире вот я только несколько важных примеров мероприятий с фото подтверждениями что они действительно были но вот что я не инфо цигар не придумала как некоторые блогеры и российские артисты которые выдают желаемое за действительное и это мероприятие связано не просто с презентацией качества издания а именно значит с обсуждения в профессиональном сообществе нового текста новых публикаций и с неравнодушными читателями но вот здесь видно что в день российской науки 8 февраля очень престижной на очень престижной площадке ракс при президенте российской федерации участвовали представители 50 организаций такое очень солидное мероприятие вот был актовый зал предоставлен выступали телевидение приехала значит вот коллеги мои приглашенные участвовали в московском доме книги на арбате тоже вот мы представляли то есть вложились в этот проект и он был достаточно серьезный всего я дала по данной книге 20 по выходу данной книги 25 интервью для газеты журналов без оплаты с нашей стороны при их поддержки и нередко нередко по их инициативе приняла участие в некоторых мероприятиях и весь тираж первого издания новой экономической энциклопедии в качестве в количестве трех тысяч экземпляров было раскуплен в течение девяти месяцев при прогнозе издательства что уйдет на это более трех лет очень приятно что на нее обратила внимание столько издателей книжных гипермаркетов солидные организаторы и в сравнении с монографиями издаваемыми в одном экземпляре это конечно был очень значимый проект который зарядил меня энергией развивать эту деятельность по мере сил смысле здоровья потому что он тоже не безграничные времени ну и разумеется нашлись хитеры которые стали клеветать оскорблять где-то там инкогнито утверждать что 80 процентов моей энциклопедии это якобы плагиат хотя новой экономической энциклопедии это была 17 моя книга она возникла потому что я участвовал в работе двух диссертационных советов значит на каждом на каждой защите делала записи по определению диссертантами понятийного аппарата исследований за два года настолько переполнилась этими записями демонстрирующими высокую дискуссионность определения базовых экономических понятий только понятие рынок насчитывает более 1000 противоречащих друг другу определений что приняла решение создать такой труд то есть дать одно унифицированное определение из сотен и тысяч чтобы авторы диссертации не находились на начальной стадии этих исследований не метались между понятиями решали какие-то проблемы по существу это был очень сложный труд не случайно это мировой рекорд я как автор систематизировала записи в течение восьми месяцев а редактора издательства редактировали издавали как они называли энциклоподию три года редактором трех изданий энциклопедии была уважаемая наталья николаевна шаповалова с которой мы продолжаем общаться в прошлом заведующей экономической редакции издательства советской энциклопедии а затем генеральный директор издательства энциклопедия редкий профессионал энциклопедического дела который на стадии рукописи отказывала именитым автором в редакционной правке и с таким редактором и издателем номер с плагиатом ни у кого бы не прошел это же не на коленке писалось и издавалось неизвестно кем так что единичные клеветники были совершенно неправы и им противостояла огромная и значимая информационная поддержка я не забываю затронуть этот вопрос потому что в издательстве директ медиа издана книга касающиеся новой экономической энциклопедии а имидж автора его трудов важен для всех издателей издательство инфраем выбрала лучшую книгу а где выбирает один раз в год лучшую книгу и новой экономической энциклопедии первое издание была лучшей книга издательства этого в 2005 году ну и победила на конкурсе 2009 год тоже очень значимое мероприятие потому что мы вручили эту книгу на разные законы экономики председателю счетной палаты российской федерации эта книга была переиздана в директ медиа то есть мало того что это мероприятие очень солидное просто туда не придешь это открытие выставки международной книжной ярмарки на ввц мне предоставили пригласили и предоставили слово по новому научному направлению вот насколько оно было для издательских кругов для профессиональных кругов для людей с перспективным и позитивным мышлением очень значимое и вот еще и предоставилась такая возможность подарить ее председателю счетной палаты значит что касается следующий вот я неоднократно меня приглашали с разными книгами по линии издательства инфрейм и вот вручили четвертую четвертое издание новой экономической энциклопедии в 2010 году владимир владимировичу путину который как раз в период презентации в этот день и время вот так сказать присутствовал тоже на ввц но вы видите насколько это значимое тоже и как мы тщательно готовились что тут и костюме и костюмы и сюжеты и выступления и все это в открытом значит доступе то есть каждый может подойти и задать какие-то вопросы значит поделиться своими впечатлениями но это вот такое очень значимое профессиональное мероприятие и вот книга также изданная где в директ медиа политика основанная на знаниях в контексте роста международного авторитета вот было на на открытии 25-й международной книжной ярмарки на ввц в двенадцатом году значит им оригинальный проект вот я еще раз как бы вынуждена комментировать что из-за нападок хитеров взялась значит за перо и бумагу взяла и вот написала новой экономической энциклопедии послесловие к определению сущности базовых понятий потому что критиковали лживо не по существу и из-под тяжка авторов этой критики нет а вот мы систематизировали публикации которые ссылки на новую экономическую энциклопедию и как раз значит вот обратили внимание что издательство инфраем отправляла значит эту книгу для включения на регистрацию рекордов книгу рекордов гинуса и получила официальный ответ что этот приз не может быть выдан и рекорд не может быть зарегистрирован из-за невозможности повторения данного мирового рекорда значит и вот так же вот одно из подтверждений тоже на ввц это финал конкурса выпускной квалификационных работ куда меня приглашали ли в качестве эксперта и вот здесь деле уважаемый директор издательства и основатель антиплагиата июль васильна значит тут присутствует тоже вот как бы параллельно участвовали здесь тоже фото подтверждение того что вот первое издательство первое издание учебника для школ оно было по серьезному не просто значит апробировано хотя я его писала как мама двух детей хотела умоляла чтобы школа помогла мне ну в воспитании экономическом значит в образовании по экономике значит моих детей но как бы но единственное что мы мы писали в черногории с детьми вот там отдыхали полтора месяца и просчитали проработали все вот эти задания что так что фактически они этот учебник прошли он действительно подходит под психику адаптирован не только в плане профессионализма что как бы важные категории рассматриваются но еще они именно адресованы определенному возрасту ну и вот другие направления применения второго издания учебника нравственная экономика это что с 2015 года его включилом гиму а мне очень приятно в качестве источников основной литературы по экономическому профилю то есть это до принятия введения новых государственных образовательных стандартов для школ и вот всероссийская олимпиада по финансовой грамотности также включила значит этот учебник он также использовался в качестве основного была создана программа дополнительного образования двухгодичная которая много лет вот из преподавалась вологодским центром российской академии наук ну и в других странах снг вот то что я уж нашла по значит ссылкам и также ваковский журнал профильное народное образование вот он осветил поддержал этот курс и мы даже проводили конкурс среди тех кто его значит внедрит апробация учебника она предназначена учебник предназначен для проведения комплексных занятий по экономике и вот включать 66 уроков 500 ориентированных на практику заданий придуманных лично мной проработанных и также ориентируется вот благодаря сотрудничеству с директ медиа я расширила в третьем издании значит контент по литера по использованию литературных произведений то есть это еще и игровая увлекательная для школьников такая форма обучения здоровое потребительское поведение тоже научные советы по защите от вредных для здоровья товаров вот я привела горжусь диплом лауреата ходит так сказать общественное начало нет но это не плагиат это действительно смотрела комиссии я действительно не рассчитывала просто так хронологически совпало и вот действительно такая ориентированная наш самый широкий круг читателей но и на продвижение научных исследований образовательного тоже контента разных дисциплин второе издание который мы назвали здоровое потребительское поведение то есть книга это направление полностью себя оправдала и вот интересно что она вот на стыке медицины химии биологии физики экологии юриспруденции и экономики то есть это тоже вот такой междисциплинарный подход ну и вот я привожу если кому интересно ссылки на другие презентации выступления потому что нельзя объять необъятное и благодарю всех за то что вы вы выслушали мою значит презентацию здравствуйте еще раз коллеги надеюсь все здесь елена евгеньевна ну во первых совершенно потрясающий опыт и зарубежный и отечественный и на добровольных началах я даже не представляю вот вот это вот не негатив то что вы называете в своих комментариях хейтерским да он видимо двигает наоборот не к прекращению деятельности издательской писательской да а наоборот подвигает к тому чтобы еще больше публиковать еще больше объяснять людям что на самом деле важно да в чем нравственности и так далее скажите пожалуйста а вот ваших ближайших творческих планах есть что-то такое за что мы в очередной раз ухватимся и что изменит возможно систему здравоохранения системы экономики потому что я понимаю что практически все ваши книги каждая из них имела такой вес который на что-то менял в нашей жизни вот есть что-то еще такое что вы собираетесь подарить этому миру но во первых мне как раз вот эта тематика вебинара она подсказала что и как раз опыт сотрудничества создательства директ директ неде подсказал что надо активнее продвигать свои книги потому что я как честный автор и так сказать с глубинной методологической подготовкой я от этих трудов не отказываюсь но новые поколения они как бы ориентированы формалистами как мы говорим фарисеями на то чтобы только последние годы как бы издательские проекты включать список литературы поэтому вот одно из направлений все таки я наработала и вложила и здоровье и время и поэтому сейчас начинать для меня с нуля то что наработано но где-то не дошло до адресата не до не дошло до читателя не то что не нашло а плохо было но предложено как-то пропагандировала поэтому это вот одно из направлений то есть вот за моими плечами просто действительно 65 книг кто может похвастаться и какими-то значит но вот такими даже статьи и у нас остались нереализованные проекты директ медиа я надеюсь что реализуются это вот пять сборников статей потому что они живут самостоятельной жизнью и в них тоже зрелые идеи которые способствуют развитию научные предлагают значит и в политическом и в экономическом контексте здравые предложения которые пока не услышаны и вот меня слышат благодаря вот выступлением в сми я очень рада и одно из направлений которые я развиваю и она подвяла немножко но я благодаря и участию в вебинаре наверное его реанимирую я пока написала 170 страниц значит я занялась генеалогией и ушла в историю своего рода и значит ездила в несколько наладила сотрудничество с рядом государственных музеев уважаемых участвую в их конференциях и проработала значит с 1694 года подобрала источники в региональном архиве скопировала и у меня это все в тысячах значит страницах вот как это изложить тоже здесь и быт а здесь и отношения но как развивать это тем более что эта культура идет в массы и у нас в каждом городе есть проект для школьников я предлагаю его развивать и для студентов и вообще для всех желающих эта история моего рода а в истории отечества и вот поскольку архивы открыли только в 90-х годах то вот я прошу прощения что немножко подробно развиваю но действительно настолько интересно здесь тоже предано забвению но вот этот проект бессмертный полк но он только часть истории нашей охватывает а у меня например выдающиеся предки они герои крымской войны и а их имя выбито на обелиске и мы только в недавнее время посещая севастополь обнаружили их этот обелиск и их имя то есть мы родственники мы заинтересованы мы потомки но у нас не было этих данных вот мы благодаря и посещению севастополя открытию и вот тех архивов которые в семье но и я своим примером хочу поддержать вообще но вот такой поднять этот проект на новый уровень чтобы каждый в своей семье чтобы не были иванами не помнящими родства чтобы каждый в своей семье прославлял своих предков прекрасный план елена евгеньевна у нас пара вопросов есть они экономики касаются какие ваши концепции государства реализует в экономической политике сейчас под ударом западных санкций но вот как раз у меня база то есть я проехала официально стажировалась в америке и во франции привезла оттуда 200 килограмм англоязычные франкоязычные литературы это когда я писала докторскую диссертацию девяносто седьмом году я ее защитила и это сто процентов оригинальный труд он именно направлен на обобщение приоритетов и формирование аграрной политики методологии аграрной политики которые руководствуются развитые страны все развитые страны ориентируются на курс по самообеспечению это вот основа основ ну и дальше вот я стала через российскую академию госслужбы когда передо мной поставили такую задачу я распространила эту методологию эти знания но и имея диплом всемирного банка по инвестиционному анализу по инвестиционной политики распространила методологии на другие направления политики ну что-то внедрено а где-то эклектика детки где-то пока не низкая такая теоретическая обеспеченность у нас противоречивость направлений пока политики и сейчас я ну вот благодаря противодействию коррупции я провела более 100 судебных разбирательств более 100 административных разбирательств судах я выигрываю все процессы в основном создаю прецеденты и это тоже влияет влечет за собой изменения в законодательной практике и тоже применение методик там связанных например с кооперативами или там зачем в семейном законодательстве то есть какие-то это моменты совершенствования я в своем прикладном опыте тоже стараюсь поэтому я не могу сказать что я звезда и меня слушает у нас наше политическое сообщество оторвано от науки и никого не слушает и я как персона не присутствует меня никто не ссылается официально но тем не менее моя лекция по инновационному развитию была издана в 2005 году и был провозглашен то есть я вот так в деликатной форме все таки как бы я курирую эти вопросы где мне хватает интеллекта и у меня есть время и возможность я не равнодушный участник обсуждения и но меня знают во многих кругах я уже достаточно древняя поэтому мне нравится что прислушиваются но к моему мнению но не говорят что вот румянцева так сказал и мы так сделали это у нас не принято вообще поэтому если я ответил это самое главное это позитив я все-таки работала в академии при президенте поэтому я как бы не противопоставляю что кто-то какие-то круги плохие какие-то круги малозначимые какие-то что-то в эти вообще дебри не ухожу я считаю что если мы можем послужить и людям и народу и государству и дать вовремя какой-то зрелый значимый совет очень будем рады и я этому всегда радуюсь просто при подготовке к вебинар вот я потратила три дня что смогла какие результаты выводить в международном плане ну как бы они уже что-то у меня было в голове поэтому я вот это систематизировала а так вот по комментариям в сми вот 142 комментарии там тоже как бы презрение ко мне нет я думаю в русле позитива чтобы как лучше в нашей стране жилось бы ну вот если я ответила на ваши вопросы да спасибо а если обратиться вот когда к нравственной экономике это тоже вопрос нашего слушателя ваши работы по нравственной экономике часто опираются на религиозные аргументы как на них реагируют люди далекие от религии легко ли до них достучаться вот я еще раз значит но понятно что тема нравственной экономикой экономика счастье это не я придумала эти термины просто в двадцатом году в двадцатом веке и в двадцать первом и этому не уделялось в начале двадцать первого века этому не уделялось внимание это было несоединимо потому что у нас науку директивно двигали кто-то занимается ценообразованием на все продукцию животноводства кто-то занимается там деталью какой-то машины кто-то еще что-то углублять а это междисциплинарные сложные исследования и поэтому я долго я во первых сделала перед этим конспект трудов адама смита он был глубоко религиозным человеком и он как раз и вот про нравственность писал то есть я углубилась в те так сказать в труды предшественников даже карла маркса и углядела там вот хорошее здравое зерно и плюс поскольку у меня в экономической науке обобщены и представлены лауреаты нобелевской премии по экономике то я обратила внимание что один из нобелевских лауреатов израильский экономист он тоже значит конспектировал тору применял для теории игр и как бы вот использовал этот прием то есть я его заимствовала как вот у родящего заимствовал а после меня как я полагаю пошли блоги развиваться о путешествиях и приносить доход многим людям это очень интересно и увлекательно также и здесь как бы я заимствовала этот прием и когда я посмотрела источники и проработала в ленинской библиотеке то увидела что по нравственности но кроме такой демагогии нету что как бы там 50 оттенков серого не подходит для изучения там человек жадный или он скупой или экономный значит есть определенные как бы и поэтому я вернулась к конспекту священного евангелия от матвея но я не только его законспектировал но еще и коран я просто забыла тоже про это то есть я сопоставила два две религии сопоставила отношение вот раскрытие и вот в экономике вы хороший вопрос задали потому что действительно есть у нас я не как репей к хейтерам но это негативная среда вот этих вот шовинистов так сказать я даже не знаю как просто негативных людей которые ищут любую зацепку чтобы обрушиться с критикой не и сами они ни ручку ни листочек бумаги не берут ничего не пишет ни одной книги у них нет поэтому мало того что я сняла эти риски но я эти же нравственно там речь идет о трактовке нравственных качеств и в новой экономической энциклопедии я нашла писал авторов из религиозной среды которые мне дали книгу написанную по нравственным качествам по трудам старцев значит ну вот как бы вы церковленных людей а это мне уже на данной стадии показалось недостаточным то есть я два священных писания двух религий сравнила но тору мне уже было не потянуть и плюс к этому для атеистов я те выводы которые даются на основе конспекта священного евангелия корана привела из трудов и писем держинского и маркса и все совпадает уверяю вас на все вкусы ну что ж друзья теперь мы точно знаем что любой человек неважно что он восповедует обязательно найдет для себя ответы на все вопросы елена евгеньевна огромное вам спасибо за эту эти истории за ваш опыт я наблюдала за вами вот последние годы да но то что этот путь длиной больше чем в 30 лет вот вы сейчас показали на такой замечательной презентации и видно какой огромный труд какой огромный вклад мы от вас получили благодарю вас я очень надеюсь что мы еще встретимся а у нас в связи с нашим сотрудничеством возникли возникла изначально и она сейчас есть тема коррупции она сейчас очень интересно наши коррупционеры зажаты в рамках санкций в одной стороне без возможностей каких-то материальных да отрезанных зарубежных счетов это было бы очень интересно рассмотреть и если вы не против я приглашаю вас на такой вебинар в следующем году сентября нам было бы очень интересно с вами поговорить спасибо спасибо не очень приятно спасибо спасибо огромное друзья мы с вами прощаемся татьяна завершит уже организационная часть нашего вебинара благодарю всех кто сегодня был и приглашаю на вебинар который мы практически договорились елена евгеньев будет в начале учебного года в следующем учебном году с сентября и следите за расписанием спасибо всем хорошего дня и хорошего настроения до свидания спасибо